Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня покажу очень интересный метод, как выгнать лук на зелень. То есть метод простой. Я, конечно, видела несколько способов. Это метод без земли, можно использовать, то есть даже не можно. Я бы не советовала. Используется, по-моему, туалетная бумага, также бывают, по-моему, используют опилки. Но скажу, почему мне не нравятся два метода. Эти два метода с бумагой и с опилками лук может загнить. И поэтому я использую совершенно другой метод. Метод похож. Он тоже в пакете, тоже без земли. И только вместо бумаги и вместо опилок я использую луковую шелуху. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. И второй метод мне тоже очень нравится. Это обычный мох. Можно использовать обычный мох, который вот я собрала. Можно использовать, лучше даже намного будет использовать мох с фагнум. Его собирают на болотах, заготавливают, также используют его для орхидей. Вот с ним тоже очень хорошо. Чем хороши два этих способа? Тем, что лук никогда не будет гнить. Все это связано из-за того, что в луковой шелухе содержатся вещества, которые препятствуют образованию плесени. Те же самые вещества, которые препятствуют образованию плесени, содержатся в амхе. Что я делаю первым делом? Замачиваю луковую шелуху в теплой воде. Если использовать мох, то же самое, та же самая процедура. Пока луковая шелуха у нас отмокает, подготовим лук. Я срезаю вот эти верхушки. Прям не до конца, а вот, смотрите, примерно так. Лук я приготовила. Теперь берем пакет, обычный пищевой. Желательно брать новый, чтобы он был без отверстий. Вдруг что у нас там есть. Вдруг дырочки я себе сведу. Помещаем сюда нашу замоченную луковую шелуху. Отжимаем ее, кстати, хотела подсказать, чтобы не слишком было влажно. И помещаем наш лук. Что делаем дальше? Дальше берем. И закрываем пакет. Желательно в этот пакет набрать воздуха. Можно подуть. Желательно подуть. Вот что я сделала. И плотно закрываем. После того, как завязали пакет, убираю в теплое место. И после того, как появились зеленые побеги, пакет открываю, заворачиваю. И в таком виде лук у меня растет. Это все быстро. Никакого загнивания не бывает. И вот уже, знаете, буквально через неделю-полторы уже зеленый лук готов. Я думаю, что способ очень классный. То же самое, один в один. Это если вы используете мох. С мохом то же самое. Ну, то есть, никаких, по-моему, различий нет. Все. Если вам понравился метод, делитесь с друзьями. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.